Рассказать идеи, чем вы занимаетесь конкретно, так что вы можете специально пару слов вначале скажите, откуда вы. Давайте я попробую открыть презентацию, потому что сейчас не вижу, да, находится. Направление исследования, которое мы занимаетесь, а что у нас здесь был Орловский неделю назад? Он тоже из этого, из этого. Сейчас. Окей, ну я думаю, что я надеюсь, что мы включаем с вами, значит, давайте я вам тоже ставлю. Возвращение к козочке, кому это подойдет. Значит, ну как уже было сказано, я работаю в Институте теоретической экспериментальной физики, занимаюсь исследованием калибровочной теории с Нагаса-Раширинским сфоксиментрой. Это некое относительно математическое деятельство, посвященное тому, как вычислять амплитуды в частности стандартной модели. Потому что в предыдущий раз рассказывал, но посвящен тому, как стандартная модель, как вы думаете, как. Ну, предыдущий ли доклад был введение стандартной модели? Ну, как она строится, что и что там есть. А если вы хотите делать какие-то физические предсказания, то было бы неплохо, потому что стандартная модель делала какие-то вычисления. Вычислять сечение рассеяния и так далее. Вот математическим аппаратом, с помощью которого это считается, я их занимаюсь. Я хотел бы рассказать про последнее достижение теоретической физики в понимании того, как сделать, как вычислили. Я говорю про прощение за достаточно нудный первый несколько слайдов. Я надеюсь, он сейчас появится. Какое-то достойное. Мы за того, что планмастер взяли. Мы за несколько, сколько здесь. Ого. Ну, так надо быть, в качестве, в качестве, в качестве, в качестве. В личном, значит, еще раз прошу прощения за несколько нудных людей, но поскольку я не мог как бы там где-то, а то я решил, что будет плохо его делать каким-то другим. Значит, очень ненаблюдаемой физикой сутки энергии является сечение рассеяния, которое определяет то, сколько у вас раскрытливый детектор, единица объема, единица в рейках. Ну, здесь изображена компьютерная симуляция экспичного процесса спадок-динамик. У нас есть два встречных пучка адронов, и в результате вы получаете троих вторичных частиц. Что описывается, это сечение следующего сорт-формул. Вы выбираете складрированную амплитуду рассеяния и интегрируете ее по фазовым объемам конечных частиц, наложающим на то, что называют функцией измерения. Она определяет то, какую часть фазового объема вы хотите вырезать. Например, при своем выборе функции измерения равные единицы, вы получите то, что происходит полным течением рассеяния. Если вы хотите выйти на такой террористом углу, повесить детектор под определенную амплитуду, вы получите то, что происходит с течением рассеяния. Ну, фазовый объем, лоритинный вариант ФСП определяется, так как здесь записывается, ну, и малышевик подразумевает все частицы без массы. Что такое БОКШ-ПТ, а БОКШ-ПТ, а БОКШ-ПТ, выясним, что это похоже. Центральным ингредиентом этой формулы является та самая амплитуда рассеяния, про которую я и буду говорить в определенных силах в дальнейшем докладах. Обсуждать я буду на самом деле не всю стандартную модель, а сектор, связанный с квантовой хромодинамикой. Я буду обсуждать амплитуду рассеяния в ЛИО. Но важно понимать, что все те методы, которые здесь будут обсуждаться, обращаются и на другие случаи. И на процессы с дублемазонами, которые являются массивными, процессы с эрмионами, электронными ионами. Этот ингредиент на самом деле является намного более общим, чем те конкретные примеры, про которые я буду говорить. Ну вот, предположим, мы хотим изучать перспорбативную квантовую динамику, мы записали, что желательно хотим его проплантовать. На самом деле, я объясняю, что мы забыли процедуру, из-за того, что Лаганжан обладает, Лаганжан, когда обладает необычной калибровочной симметрией, вам можно сфиксировать калибровку, и это увлечет за собой, скорее всего, если вы хотите нарушить лодится на варианты сведения фиктивных частиц, двух фадей и баковых, либо, если вы обсуждаете, Лаганжан обладает калибровочную конструкцию, что отходится сводится формализм отрядов. И у Коффс, конечно, не хочу это говорить, что это так. Это достаточно долгий процесс. Тем не менее, от этого процесса вы получаете набор фенинских правил, с помощью которого можно строить апплитуду. Мы надеемся, что никому здесь присутствующего не нужно обисящить, что это фенинская диаграмма. Есть выписан пример фенинских правил в КХД с калибровочной группой основой N, N в таком физическом КХД равняется 3, в определенной всей репрезентации для диджатинга свободных параметров. И фенинские правила выписаны в называемой фенинской калибровке. Вот это вот такой параметр. Дид как раз отражает тот факт, что мы выбрали определенную калибровку, ответы для амплитуд, которые являются калибровочным вариантом, а этот параметр дид зависит на должность. И поэтому мы нарисуем все диаграммы, каждый из которых будет зависеть от этого дидного концепту, и мы должны, если мы все правильно сделали, продолжать его сокращение. Сами фенинские правила выглядят достаточно несложными. Ну, пропагаторы такие, какие они есть, несколько вершин, ну, здесь 6 слагаемых и, соответственно, 8 вершин. Важно отметить, что каждый из этих вершин пропагатор вообще говоря не является поддельцем калибровочным в рядом. И более того, каждая фенинская диаграмма, которую вы нарисуете, не будет калибровочным в рядом. Калибровочным в рядом будет уксом в диаграмме. Еще такой момент, про который следует сказать, это статус теории возмущения в ПХД. Вы все прекрасно знаете, что, вообще говоря, наблюдаются в эксперименте никакие неодельные глиновые кулакки, а дроны, связанные с состоянием кулакок. Теория возмущения хорошо описывает так называемую жесткую часть процесса, малого состояния. А физическое течение рассеи, то, что вы измеряете на эксперименте, вы получаете, заинтегрировав жесткую часть процесса с так называемыми функциями распределения, которые вы берете из эксперимента, которые объясняют вам, как распределил импульс плак или глиона в адроне, и с так называемыми функциями фрагментации, которые описывают, как импульс конечного плак или глиона распределится между импульсом. J это из вторичных частиц. Так что в дальнейшем я буду обсуждать построение вот этой вот жесткой части процесса, все остальное, это формула должна браться из экспериментов. А это эти кулаки, что я говорю, там какие-то модели, то есть, да, или нет? Нет кулаки, это эти эксперименты, портонные. Ну, вообще говоря, вы должны брать из экспериментов, потому что вы выбираете какие-то процессно фиксированные, энергии с фиксированными условиями, считаете их приперными, измеряем сечение рассеяния, а дальше, нормируясь, или беря отношение к сечению рассеяния, выцепляя вот эти вот кулаки, как они себя ведут. Важно заметить следующий момент, что вот вы, предположим, посчитали куны какой-то фиксированной энергии. Но на самом деле, вам это, в принципе, достаточно, потому что дальше вы можете использовать знания этого куна, в начале условия, в называемых уравнениях, которые появились, это два, будет фамилина, не важно, и пересчитать куны на любой другой масштаб. Это, на самом деле, точно такой же эффект, как и нормируясь повысок. В общем, эти уравнины, дегласно это есть в уравнирах. Ну, и берутся одни, точно так же, как мы как конца цвета, зверяем, зверяем, передающей неросенчатой, преперем, как и в куларе, в узле, и точно стоим и текло. С функцией фрагментации, в принципе, то же самое. Более того, они, на самом деле, по большому счету не должны быть похожи на эти. Ну, не знаю. Можно сказать, сибитарь начали, наконец, чиститься. В принципе, предположим, мы задались задачей, не умея, рассчитать какую-то оплитуду России, но и казалось, что тогда мы должны не спасать еще алгоритм. Возможно, не ставится возможная диаграмма. Здесь представлен пример для диаграммы 4-мя-грионного нише порядок теории звучания и следующая поправка к нему. Дальше мы должны перемножить все структуры, которые у нас были вершины с пропагаторами. И, кстати, для примера, несмотря на то, что сами вершины имеют достаточно простой вид, вот на это диаграмма. Берется, не мало, 6-4-ти структуры. Диаграмма, на самом деле, достаточно большое количество, я скажу, похож. Тем не менее, если, скажем, вам зависит по пятным чистым учреждениям, например, на тематике перемножим все эти ларенции структуры, дальше вы можете заметить следующее, что не все те интеграммы, связанные с диаграммом, которые вы получите, являются независимыми. И с помощью хорошо помнятой процедуры вы можете свести все многообразие интеграммов, которые у вас были, на так называемом базиске. После этого вы оставите только почитать базис-интегралы, которых не всегда меньше, чем снова диаграмму и увидеть тот ответ, который вы собираетесь получить. Вот здесь приведем пример разложения на поиск-интегралы в одной петле для амплитуды рассеи с англионры. Коэффициенты, которые стоят перед интегралами, зависят только от внешних импульсов, сами интегралы выписаны внизу, это для них графическое назначение. Но применяется такая жарко-на-тиринология в box triangle bubble. Дальше, наверное, имеет смысл сказать вот, прошу, здесь я пишу некий символ d, и дальше в этой форме имеются некие странные значки. Давайте вам объяснить, что это такое. Во-первых, давайте проиллюстрировать то, как происходит разложение на эти байсы интегралы. Предположим, у нас есть интеграл-цепетриагуры, сочислителем. Тогда импульс, который стоит сверху, в котором я интегрирую, я могу вложить по некоторым базису. В данном случае подразумевает, что в одной вершине затривулено ходят два импульса, в две других ходят по двойным импульсом квадрата в храме 0. Тогда обозначительно мне оказывается, что в 7 на 10 два вине независимых вектора, я могу написать с этим разложение. Дальше я буду часть этого равенства и помню, что по двойным квадрате равен с 0. Я могу выяснить, что коэффициенты имеют вид такой, который здесь написан, как раз мой бейс-интеграл. Данный алгоритм работает для более сложной ситуации, когда у меня сверху стоит больше числа импульсов и более сложный интеграл, то есть, что они 3 пропагандра стоят 4-5 и так далее. Теперь я хочу в двух словах рассказать, что такое буква дэрма. Все эти интеграл, которые написаны сверху, и эти расходящиеся. Вообще, они расходятся как на больших импульсах, так и на малых. Расходимость на больших импульсах не называется стандарт ультрафиолетов, но расходимость на малых и прогрессов. Значит, наличие расходимости не является само по себе чем-то плохим. Мы знаем, что ультрафиолетов расстояние не устраняется введение окружат против членов, но прокрасно сохраняется в правильном образе определенных наблюданий. Правильным образом построен сочинениях России. Но тем не менее, чтобы это стращение продвигать, нам нужно сегодня полегридализация. в дальнейшем я в этом докладе появилась размерная регридализация по причине такой, что регридализация не нарушает практически никакие симметрии и является более простой точкой зрения. Значит, основная идея заключается в следующем. Давайте идентифицируем нервы интегрирования следующим образом. Суровно то, что здесь написано, я разобью интеграл на интеграл по модулю на 4 импульса и интеграл по угловой мере. Угловую меру необычества в стандартной формуле. А в интеграле по модулю я бы считаю D не 4, как бы я должен был бы делаться, а 4 минус 2. Лично вообще бы я произвел комплекса параметр. Когда конец прискрипится, например, я могу сказать, что вот такой интеграл, который при D равном 4 при обычном виде герактегрильной расходице, можно представить следующее вид. Обратите внимание на эту точную формулу. Обратите внимание на эту гамму функцию. При D равном 4 я равнался по нулю в мере расходимость, но при D что-то облах 4 я могу замечательно разложить в ряд поларонов в соответствии этого полюса. И тогда самая расходимость, в которой я сидел в этом герактеграле, проверить себя как урус в дальнейшем у меня будут формулы увеличить единиц на есс и единиц на есс и квадрат. Все это зарегулировано расходимостью, все они должны сократиться в конече физических наблюданий, которые являются членами России. Что рассказать о размерах регулизации, как ей пользоваться. Давайте попробуем посчитать сделанную работу, которая слазит. В дальнейшем ссылке будет выглядеть как название автора и вот публикация работы. Все работы с 1990 года можно легко найти в архиве по именам автору. Как расследующий диаграмм в зависимости от увеличения количества внешних частиц хотя бы грязному уровню? Мы видим, что вырастет на самом деле гестерриен факториал, что является не очень хорошим. Например, для процесса когда два грёна рассеивается в 4, диаграмма наберется немного мало 10 20 штук. Плюс в каждой диаграмме будет немного мало 6 4 член. Это приблизительно оценка связанная с тем, что просто перемножает 6 членов в каждой вершине. 4 еще полбиды. Если тем не менее мы запасемся неким пакетом силовых вычислений, тем не менее, перемножится все решения, входящие в каждую диаграмму, все они переношат компьютер. Но в конечном итоге мы получим выражение на самом деле таких страниц, где-то 12. Каждая слабая, в которых в лице чумок, если на самом деле написано числитель. Это произведение импульсов внешних частиц на метра поляризации. Вычислять квадратную амплитуду интегрировать по импульсному пространству имея такое выражение является достаточно премиальной неудачной задачей. В принципе, конечно, никто не обещал, что физика будет простая и нам должно хватить до вычтения в крючке бумажки. Но, тем не менее, конструктивная теоретика должна двигаться в этом направлении. Причина же, почему у нас получился такой сложный ответ, тоже должна быть в принципе понятна. Каждая из диаграмм изменяется калибручную реакцию, поэтому может иметь достаточно сложный неудачный вид. Тоже реабиловая сумма диаграмм после упрощения может стать намного более компактным. В конце концов, калибручная симметрия дополнительной симметрии и говорили, что ответ в принципе не обязан иметь очень длинный вид. Приблизительно про это я только что проговорил основной пункт того, что сказал на этот слайд. И для решения этой проблемы нам очень хотелось бы получить какие-то новые методы, как можно переделать ряд теории измущения. Какой-то новый формализм, новые переменные, новые вычислительные способы. И вот к обсуждению чего-нибудь способ я хочу перейти. Самое первое, что хочется сделать, это немножко переписать фейнминские правила. С каждой вершиной у нас ассоциирован так называемый фактор, то, что пришло из генераторов приобретающей группы. Используем следующие два соотношения. Одно является просто определением структурных подстанк приобретающей группы. Второе, мне сейчас не струнется откуда-то берется, но, в общем, оно существует. Чтобы убедиться, что это так, для СВ науку можно посмотреть на любую книжку теории Европы. Тогда мы можем переписать ковер-фактор, связанный с каждой фейнминской диаграммой, превратить произведение в трейс, ну и, вообще говоря, в произведение нескольких трейсов, которые подавлены по единиц на nc. В принципе, делать вычисления, честно учитываете, поправить по единиц на nc, связанный с этим фактором, в обычных диаграмм я буду их отбрасывать. На самом деле следующая формула, которая записана снизу для диаграмм древесного типа является точность поправки на нc, отсутствие отсутствия. Для них, на самом деле, будет все то же самое, и вид этих поправок будет непринципиально сложнее остального вклада. В общем, если я проделаю процедуру для каждой диаграммы, тогда ответ для физической амплитуды будет записан как сумма по таким трейсам на то, что называют порциально непорядочного концепта амплитуды. Порезость в такой форме заключается в том, что филипправил для этих порциально непорядочного процеда амплитуды более простые. Вам нужно рисовать диаграммы непланарного типа, когда у вас есть перекрещенные ноги. И поэтому все остальные диаграммы получаются из-за этих перестановками внешних износ. Поэтому если я буду рисовать не все понятные диаграммы, а только те, которые получаются запорядоченные по цветам филиппы, правильность будет меньше. В дальнейшем я буду обсуждать только упорядоченную по цвету, а при этом физически получается из-за упорядоченной по цвету перестановки нот или вложения соответствующих формализм Следующая вещь, которую хотелось бы сделать это вывод правильный перемен. Это то, что называют на рейсном спинер химисе формализма переводится в формализм спинер. Давайте заметим следующий факт, что для любого импульса квадрата, который равен нулю, а это как раз относится к бельонам, и, в принципе, надо взять большую камеру квадрату, можно считать массивным, но, также, на самом деле, я не любую импульс с ним любым квадратом могу разбить на два с половиной квадрата. Этого разбили неоднозначно, но можно определиться в том, что произвол в конечной ответственности но пока я буду обсуждать все равно только бельоны, поэтому это для нас является правильным выражением. И, значит, квадрат, а точнее импульс квадрат, который равен нулю, давно уже я могу представить 20 спиннеров. Можно представить? Можно. Хорошо. Дальше можно определить произведение спиннеров, для которых в литературе используют следующее значение, которое называется скобочка. Про эту скобочку достаточно знать по большому счету только одну вещь. Она равняется теорию из суммы квадрата ипульсов, которые парабильны на каждой из этих спиннеров поможет на такой действительной фазе. Она будет вычитывать сечение рассеяния и оборудование и эту фазу полностью уйдет. Поэтому можно без особого принадлежения структура считать, что скобочка просто корень соответствующим тематическим вариантом. Также нам понадобится скобочка из-за другого из-за структура получаются из-за оригинальных операций в терминах спиннеров можно выбрать представление поляризации объема. Обратите внимание, что вы не пишите явное представление для поляризации 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 это сумма спиннеров поляризации это в меню. В том подходе давайте пользоваться явным представлением поляризации и следить за спиннеров спиннеров технически усредить не будет. Все среднее спиннеральности будет производиться руками. В дальнейшем мы увидим почему это на самом деле проще. Воспользовавшись данным представлением для вторых поляризаций я могу написать ответ для амплитуды рассеяния трех безмассовых частиц невозможна, потому что она не может произойти закон на стороне импульса. Но тем не менее я хочу рассматривать эти объекты и для того чтобы они существовали разрешу какому-то импульсу быть комплексным. В дальнейшем поскольку у меня все-таки не будет интересоваться можно увидеть что в более общем случае могут без массы но они без массы по этой апплитуде рассеять трех частиц невозможно с действительным лимпексом. Я разрешаю импульсу комплексным до поры до времени потом вернусь на действительность Зачем это будет кухня? причем ну потому что закон сохранения энергии импульс ну может все да может но меня интересует нормальная кинематика что чтобы было такое полноценное рассеяние никакой прямой была частиц опросилась как я уже сказал я обойду эту проблему следующим способом воспользовавшись моим формализмом первым спидером записали достаточно компактный ответ ну вы мне можете сказать что пока из этого разумеется ничего не особо интересного исследования потому что вершина достаточно простой запомнил что вид этих треххимичных частичных такой не другой также полезно использовать следующую классификацию вот этот рассеяние по скоростью входящей частиц равной числа 4 я буду называть МХВ какую же скорость они нарушают я скажу чуть позже а остальные облитуды с спиральностью равняем из 2 ка я буду называть анкатной речи и давайте то есть скоро мы разрешили импульсин быть комплексными попробуем сделать следующую вещь формализм был удачен то что впоследствии получил обновлит обновлит соотношения в начале наверное предложено по названию цсв документ соотношения цсв через широк вид обновлит соотношения но нам в конце концов не важно в данном случае мотивация откуда взялся нормализм не конкретной попытки его основания давайте сделаем следующее выберем какие-то два импульсов амплитуде рассеи дресс и зная что каждый распадается на произведение двух спиннеров сделаем следующую замерную переменную спиннер на плюс z не сдвигать кералис спиннер а в том случае антикералис мы подразумеваем обычный комплекс сопряжен таким образом после замены перемен становится функцией комплекции переменной z давайте попробуем посчитать следующий интеграм и предполагать что на нашем противне бывает производить бесконечно достаточно быстро чтобы не вычетать бесконечность но на самом деле не является существенным тогда мы можем заметить что сорта с одной стороны равняется с другой стороны выражает самую высокую амплитуду плюс сумма по вычетам от сдвинутой на замену амплитуды до 9 до z давайте сообразим откуда возьмутся эти вычеты откуда появятся в амплитуде рассеянные полюса полюса могут появиться только из числительной пропаганды поскольку обсуждается амплитуде амплитуды перенажаются здорово национальной функцией почему вы разделили два стограмма потому что первая тоже есть первая можно ну в принципе наверное можно но я хочу это первое выделить собственно потому что в конце пути я хочу получить следующее что амплитуда может быть амплитуда произведение двух амплитуд с меньшим числом но помноженные на некоторые скалярные факторы зависящие от тех в которых у меня находятся полюса полюса будут связаны с числительным пропагатором и на самом деле эти записи означает что антикералит связанные с пятой частицей я умножаю сумму векторов и умножаю получившиеся на антикералит связанные с пятой частицей каждый из четыре векторов который размножен на сигма матрицу фару поэтому вместо два варианта инвекс альфа с точкой кроме здесь написано в конце пути я могу написать следующий формат соотношения который связывает меня апплитуду с фиксированием шлунок с апплитудами тоже фиксированием шлунок но меньше чем исходная и казалось бы радоваться тут тоже особо нечего потому что я написал выражение связывающее один объект который не умею считать но мы можем вспомнить что для апплитуды рассеяния с тремя импульсом у него ответы были я описал на предыдущем слайде а тогда казалось бы мы можем подставить в это регуляторы соотношения посмотреть что получится для апплитуды растения с четырьмя ногами выясняется следующее что спиральная конфигурация когда все спиральности одинаковые либо все одинаковые кроме одной равны нулю а для спиральной конфигурации той которая представлена здесь два куса два минуса и которая удовлетворяет тому критерию что спиральность равна минусу четыре в данном случае это амплитуды пользуясь известным ответом для многих трехчатических комплитудов я могу написать следующую компактную формулу более того выясняется что дальше компактную форму надо подставить в те же регулярные соотношения склеить опять с трехчастичной глионной апплитудой амплитуды с с сверху стоит спиральность спиннеров связанных с звездом и потом отрицательно спиральность а снизу стоит произведение спиннеров 1,2,2,3 и так далее до н1 более того склеены амплитуды другие конфигурации тех же мч апплитуд можно достаточно просто получить ответ для амплитуды например 6 штиблённые с спиральность и 3 плюс 3 минус который написан здесь на выражение более сложное ч то которое получается для мч апплитуды данное спиральность конфигурации 6 и частиц удовлетворяется тому что называют мч апплитуды тогда например вспоминая мой пример с штиблённой амплитуды я с большим спиральностью объясняю следующее что все спиральные конфигурации которые участвуют в амплитуде с штиблённой получаются либо из этих двух комплекционных сопряжений либо равными поэтому в этих двух строчках закопируем есть тот ответ который содержит в себе приблизительно 220 на 6 четвёртых слагаемых что казалось бы является замечательным результатом никакого большого чуда здесь не происходит в том смысле что число слагаемых восстановится потому что я должен добавить две комплекции запряжённые вспомнить что это вычислял порядочным по цвету апплитуд сделать необходимые перестановки таким образом будет в таком же порядке но важно понимать что эти слагаемы восстановить из двух производящих апплитуд а две также апплитуды выражение наоборот более простой и саму процедуру получения кислограммы сойдётся просто с количествами перестановки разошлёв связанных с произведением скинера таким образом то что называет BCV в этом соотношении является очень мощным методом вычисления древесных апплитуд в предборочных теориях это же метод работали для апплитуд с эфремионной скалерами для массивных частиц в принципе не будет и большим привлечением сказать что все древесные апплитуды нам известны а также представление которое используется оно уже так там используется два ну так один трюк второй как скажем особенность давайте вернемся на чем давайте скажем про особенность вернемся к этому слайду где я говорил о том какие у меня будут вычислены полюса в случае с массивными частицами чуть-чуть поменяется пропаганда сюда добавится масса поэтому в случае с массивными частицами я могу написать то же самое выражение с зэ да это пока первое теперь про то что я на л-3 про это представление квадраты 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 Теперь скажу, что p равно it's f перпендикулярной плюс p параллельное такое, что pКокален Квадрат, а m в квадрате, а b в тегулярной квадрате равняется, b в параллельной квадрате равняется, Вообще я хочу разбить массивный механизм, которая без массы. Это разбить ничего не не однозначно. Но давайте мы будем делать таким образом. Я зафиксирую какой-нибудь один ипульс без массы, а все остальные массивные имплексы будут получать, используя один референсный безмассовый имплекс. Для каждого из этих товарищей я могу воспользоваться моим представлением. И, не знаю, удивительно это или нет, в конце вычисления для массивной амплитуды я могу заметить, что зависит от этой штуки для полной амплитуды сокращается. Что, в принципе, позволяет столь этот формализм для амплитуды с массивными частицами. Ну, еще нужно добавить, что, наверное, все это не для производных массивных частиц, а для тех, которые получают спонтанное нарушение симметрии. Ну, в Грессер основная модель только такие массы есть, поэтому как раз то, что мы, пока не рейсимы нацелимся на какую-то практическую деятельность. А если нет фиксов? Ну, если нет фикса, то это вообще как-то все не очень понятно. Ну, я бы так думаю, что все-таки есть, по крайней мере, я был в церкви этой зимой. Ну, и как-то так на докладах люди осторожно говорили про те 3-х события, которые они, как считают, связаны с фиксом. Но в фуарах это считалось более-менее решенной вещью. Поэтому ожидается, что если мы будем тихо-молочек, то на прочистере, который мы провели в Австралии, не будет очень особенный прочистер. Мы, наконец-то, одни и тысячи к смене. Поэтому я бы так еще раз повторился бы, что для, на мой взгляд, практических вычислений стандартной модели достаточно тех масс, которые, получается, пока не очень сильно. Остальное пока не оставляется интересным. Ну, чтобы, на самом деле, посмотреть. Значит, пока все на всем деле было посвящено так называемой интервейской амплитуде, когда у нее нет петлевых интеграфов. В то время те идеи, связанные с тем алгоритмом, с помощью которой я читал о амплитуде, так, условно, так называемый метод для аналитичности, используя аналитический свойство амплитуда, очень хотелось бы применить и в нем амплитуде 5. Ну, самые, в общем, если вы откроете в аналитический 4 том, то вы увидите, что те впечатления, которые, в техниках, образовывались в кейде, в том числе, теми людьми, они как раз и делались с помощью похожих методов, там вычисляется дисперсионный интеграл. Давайте напомним несколько вещей, которые, ну, как и так, были очень известны, тем не менее. Статическая теорема связывает амплитуду мнимую часть амплитуды России вперед с полным сечением, но если я просто хочу посчитать мнимую часть, накладываю никаких геоматических ограничений на ибысых, то и мобильность следующего соотношения мнимую часть амплитуды выражается через амплитуду по фазовому объему в двух промежуточных четыре частиц, поможем, наверное, в других амплитудах. Поскольку я обсуждаю теорию замущения, то, например, в моем герополит теории замущения справедлився следующие соотношения мнимую часть амплитуды выражается в 5-й квадрат по фазовому объему в двух промежуточных четыре частиц амплитуды. Теперь давайте вспомним, откуда вообще взялась вот такая формула. Если вспомнить, то есть следующее, что она взялась и воспринимает правила кунтонского, которая связывает вычеты в полюсах пропагаторов со занятием их на депут-функции. И давайте попробуем передавать следующую программу. Я не хочу вычтеть специальные интегралы, я хочу, при этом на результат вычтения вычетов в полюсах пропагаторов, и додаться о том, какой будет вид ответа в петках. Давайте я попробую проинстрировать этот пример. Один такой рукомокательный, второй более конкретный. Предположим, я догадываюсь о том, какой газис колярных интегралов у меня будет в эффективном порядке теории из мужчин. Концент от плюс-вескопаторов позволяет мне, в принципе, сделать это предположение. И давайте тогда, в данном случае, я порежу три выбранных мной пропагатора. Тогда я могу заключить следующее, что как будто я разрежу пропагаторы, а под этим словом я подразумеваю замерную единиц с ней обречен. В общем, его пропагатора не единицы уже миллиона на ку квадрат, вот единица на ку квадрат, а земля на дефункция ку квадрат. Тогда, с одной стороны, меня стоящий, уже миллион числительный пропагатор, я обсуждаю пока в случае геодинамики, но то же самое будет и на скалерах, а после нет числительных, и для фирменов там будет произведение скинера. Распадется на произведение древесных поляризаций. Часть интегрируем под А4К. Ну, часть интегрируем под А4К съестся, но это не важно. Я, на самом деле, хочу смотреть его податеграемое выражение. Каждый из этих апплитуд является подборочным вариантом, причем получаются апплитуды, но я надеюсь, что вы прористрировали вот эту запись. Это с одной стороны. Я могу легко посчитать, как будет выглядеть вид это податеграемое выражение. А с другой стороны, зная структуру тех, я условно называю, базе категоров, которые у меня должны получиться, я могу заметить, что если я разнуюсь три пропагатора, то, например, весь вклад так называемых баблов в результате этого отравленного разрезания будет просто отсутствовать. Более того, коэффициент перед каким-то треугольником, в зависимости от того, какие пропагаторы выберут, будет зафиксировано однозначным образом. Ну, вклад интегралов будет не в поле сложный вид, но тогда, казалось бы, рассматривая всевозможные разрезы по четырех линиям, по одной линиям, и выбирая различные даты пропагаторов, не глядя на интегральные выражения, давайте догадаться о том, какие здесь же будут стать коэффициентами, и вообще, какие интегралы данных вклад. Потому что это как-то не было достаточно голословным, давайте более детально разберем пример амплитуды с четырьмя ногами. Без какой-либо потери общества я могу предположить, что набор поисков интегралов будет следующий вид, и давайте поговорим по углублениям, связанным с тем, что называется, с каналом. В результате этого разрезания по углублениям и перемножениям получившихся дегресс в амплитуд, я заключаю, что вид произведения дегресс в амплитуд, который вы получаете в виде этих процедурных разрезания, имеет значение значений. И в нем я узнаю ничто иное, как отрык от столяновых интегралов типа бокса. Вот эти два столяновых произведения это ничто иное, как эти два пропагатора, коэффициент c1, мы равним, как ст. А вот эти два интегралов, которые могли бы дать вклад, здесь себя не проявили. Понимается это не таким образом, что коэффициенты c2 и c3 равняются 0. Интеграл уже такого типа соответствующих разрезов, которые я выбрал, просто не имеет. Дальше я могу рассмотреть аналогичные разрезы в документе на антическом канале порезовой диаграмме и в конце пути заключить, что отлично от нуля коэффициенты имеют следующий вид. Эти два интегралов будут легко вычислены, и через один слайд я продемонстрирую вам, что получается в конечном итоге. это на самом деле учисление проделано достаточно давно, где-то, наверное, так условно назову середину или 90, начало 2000-х. И было проверено различными на способами, в частности, прямым диаграммом вычислениями. Вот, пожалуй, только сразу делал бы смысл выделить фурсиву, чем больше разрезов, тем лучше. В том смысле, что, поскольку я разрешаю себе разрезать производственного пропагатора, то, правильным образом выбирая разрезы и работы с получившимися интеграми выражения, я могу однозначным образом зафиксировать коэффициент перед соответствующим интегралом. Вот здесь на этом слайде осматриваются даже самые 4-х кубрионные амплитуды, и давайте рассмотрим разрез по 4-х пропагаторам, которые выбрали здесь. На какие другие интегралы вкладываете разрезы? Не на тут, а интеграл по петле, в данном случае, спинитируется полностью на 4-х кратных функций, поэтому такой 4-х кратный разрез просто однозначно зафиксирует коэффициент. В принципе, аналогичная фиксация коэффициентов при правильном обращении можно развести, выбирая тройные разрезы, и двойные разрезы. Соответственно, двойные разрезы зафиксируют коэффициенты треугольниками, а двойные разрезы зафиксируют коэффициенты перед бабами. С одной стороны, какие-то недостатки. Вы не можете сказать, что процедура, которую я предлагаю, может отсутствовать только строго сопоставления. Как им надо его смотреть? Наверное, по всем подряд. А как? Вы что-то не пропустили или нет. Для этого нужно вычислять определенные кинематические пределы, существуют некие критерии проверки в результате самосогласованности полученные этот метод. В этой процедуре есть неоспорим преимущество, что вся та машинерия, которая связана с обычной финансовой диаграммой с фиксацией калибровки с перемножением типов скорейших вариаций в строку, в данном подходе отсутствует. Ключевыми петлями здесь являются древесные плиты. Почему? Они устанавливают ментарность в петлях, когда вы разрешаете бегать по петле в 74-й поляризации. Вы садитесь на массовую поверхность и оставляете две поляризации. Духов на массовой поверхности нет. Вот эта массовая поверхность на самом деле является главной ключевой ролик. Тот же самый формализм для коррецовых функций, который, в принципе, может быть другой вопрос. Зачем? В принципе, можно интересоваться обставкой задачи, давайте почитаем традиционную функцию каких-то профильных вариантов оператора. Импульсы, которые связаны с эффективными операторами, внушениями. Такой основной задачи не очень понятный формализм, поскольку он существенно привязан к массовой поверхности. Опять-таки, здесь происходит в соотношении вакцинации вакцинации? В принципе, его может обещаться из-за полного левого 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 левого. Но, в самом деле, можно заметить, что этого делать в принципе не нужно. 24-5 левого 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 левого. Вам достаточно мнимой части или как обобщение разреза амплитуды побольше для штулок не уменьшать, получается, когда режутся соседи от ноги. А в принципе, можно резать производим часов. Вот если вы пытаетесь мы должны порезать по всевозможному. Этот метод не говорит вам, как считать эти интегралы, но с практической точки зрения известный ответ для петельных интегралов в трех петлях достаточно сложных, поэтому в первом порядке теории измущения задача вы посчитать интегралы, просто не рассматривать, потому что вы знаете ответы. Ну и плюс на вычисление этих интегралов, которые у нас талярны, от такого типа бесчислителей, вычислены надеяния наук, которая достаточно далеко прогрелась. В дальнейшем я вам покажу некому примеру. Но впредь, и, ну раз уж этот вопрос не выходит, я что-то про это имею в виду прямо сейчас сказать. И, в принципе, как некое развитие этого метода, которое было применено, правда, пока как очень особенной и требующей теории, которая так непосредственно является физическими, я правильно скажу попозже, с помощью чисто аудокерамических методов можно получать, на самом деле, вид под интегральных выражений скалярных интегралов, просто явно. Дальше вы, конечно, надо заинтересоваться в принципе считать, но здесь существует некая лазерика, связанная с тем, что в каком смысле, например, мы можем считать вот эту интеграл. Мы знаем, что у меня есть эти расходимости, и мы их можем очень легко выписать. Я думаю, что это может быть в квадрате на с тем, что я с тем, 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 я с тем. И какая-то конечная часть. Эта конечная часть, ну, не эту данную, на которую я положу, что она массивная, она будет реализовать комбинация каких-либо логарифм. Что такое логарифм? Это антиграл, это обычный логарифм. С другой стороны, у нас такая вещь, как фирменская параметаризация. Когда мы вводим дополнительные параметры, скажем, в скринете пропагаторы, но в цену этого мы можем посчитать, как интеграл поискологу сливовым интегрессом. Так вот, такой логарифм, это есть не что иное, как не взявшийся до конца интеграл по фирменским параметрам. Ну и тогда, само слово в вычислении интеграл это в некой таком типе, в некой фикции, связанной с тем, что вы одну спецфункцию с непонятными свойствами переписываете, и через другие спецфункции с понятными свойствами у нас же полный логарифм. А поэтому, в принципе, казалось бы, знания под интеграл его выражения уже почти достаточны. Из него надо бы только выявить расходились, но с этим проще. А все остальное можете назвать спецфункцией и себя и любого из этих логарифм присутствующего и чесательной машины. Значит, на этом слайде я хотел бы прокомментировать следующий нюанс, связанный с применением данной техники. В принципе, в тех амплитудах, которые я вычислял, могут быть рациональные вклады, которые никакими разрезами я не поймал, как улучшение рационали. Вот то R, который я писал в каких-то формах, вот это окрас, и она зачеркнулся на рациональный вклад. Более того, здесь, чтобы когда они есть. Но, с другой стороны, если повнимательнее посмотреть, условно-размерная регуляризация, можно заметить, что, на самом деле, чисто рациональный вклад просто не будет. Потому что с каждым программом связан вот умножить из следующего сорта, который можно возложить по епси, если вы на него порядок боимся, то можно остановить на рву, и так, в следующем уже нет. Потому что, по виду разреза Толкарифа, я могу догадаться о том, какой будет R, которая будет задумываться. Толкый заключатель в том, что формализм этих скилеров, который я использовал, он строго привязан к четверке. Это, казалось бы, не есть и большая проблема, потому что мы, например, знали, что в размерной регуляризации есть логичная проблема для V5. И решается она следующим образом, что мы разрешаем жить в 4-2 в своих измерениях только нужное число объектов, а именно петлевой импульс, а все остальные, скажем, что это четвертый. Тем не менее, даже те глиионы амплитуды, которые показывают в произведении скопочек, у них-то, в принципе, тоже присутствуют, ну, почти петлевые импульсы, связанные с импульсом виртуальной частиц. И здесь есть некое место, связанное с тем, что мне, с одной стороны, хотелось бы сформировать формализм этих эксперимент спиннеров, а с другой стороны как-то объяснить, что такое виртуальная импульс. и для того, чтобы этот трип стал возможным, мы придумываем следующее замечательное соотношение. Оно совсем просто работает только квадровая петля, но, в принципе, его можно вообще на следующий петлю. Давайте я к нашей глиионной амплитуде прибавлю и вычту вклады от амплитуд, амплитуд, когда в петлях бегает скайер и фермион, в чем в петлях в числе. И перегруппируем вот эти вклады и вклады в следующий вид. У меня будет отдельный вклад от скайеров, а отдельный для скобочек. Когда я могу эти скобочек разведеть не что иное, как вклады от... И вот комбинация амплитуды я могу идентифицировать как амплитуду в теориях с 5 равно 1 или 4 суперсвета. Ну, я не знаю... Наверное, я сейчас и должен, и не смогу много раз сказать, что такое суперсветное, но я не знаю, какие базовые слова, о том, что это некая глобальная света и выгрыжава, которая позволяет перекачивать фермионные поля по зону и обратно, и то, что наличие выгрыжания для этой необычной симметрии обычно улучшает утокровенные свойства теории. Ну, в том смысле, что сам наличие у вас на какую-нибудь петлю с базовыми полями приходится вот для свермионных полями и, в результате, вы можете ожидать, что вклады от этих двух петель они будут сократят. Так вот, выясняется следующее, что вот, когда придут этих суперсимметричных теорий, вот эти вот рациональные вклады полностью отсутствуют. Для их вычисления достаточно идёт вычисления в д-рагуст четырёх. Вот там существует формализм улучшения своих пространств. Не важно, что это такое, в общем, это достаточно простая вещь, и удобное обращение, так скажем, которое позволяет вычислить эти агритуды намного более просто, чем, ну, показано здесь, а вибраеческой манипуляции, короче. То есть, в моём докладе, вы, как говорится, не видели ту амбуну, который приводил к тому, что какой-то петель сентрами были перед петербургой, кто-то играли. Но вот эти факторы жили, что в этих теориях есть, с суперсимметрией, там, которая объясняет, какие петербургы есть, какие нет, она намного проще. У меня остается амбритуд со Скайера. С ними, я могу сказать, такую замечательную вещь, что массиво Скайера в четырёх измерениях, я могу интерпретировать этот безмассовый Скайер в четырёх измерениях, разлив его импульс на следующие две компоненты. В составе квадрата этого импульса, который в четырёх измерениях равенную, и четырёхмерная часть импульса и двоёхмерная часть импульса все будет ортоконально, тогда я квадрата равенную, откуда следует, что i4 в квадрате равняется не в квадрате, не что иное, как f в квадрате равен m в квадрате. В том смысле, что масса Скайера понимается, как квадрат массы Скайера понимается, как квадрат восьмерный компонент. И таким образом, я добавил вот эту дополнительную как эффективную Скайера части смогли бы делать вычисления в D с четырёх неназначных измерениях и догадаться о том, какая же будет кефектрациональный вклад. В заключении обсуждение с КХД. Я хотел бы показать мой результат. Первый – это результат для вычисления той четырёхбиона амплитуды, про которую я только что говорил. Одна петля, поделённая на дерево, имеет следующий вид бета-моря. Потому что это как-то бета-функции в четырёх динамике. Я не имею в том, чем знак, но в той наградке, которую я использую, эти бета-функции два-четыре-третье нашли. Знак правильный. Первая скобочка – это те самые размеры регулированной расстабильности, которые имеют ультрафиолетов и должны сократиться в проявленном построенном сечении рассеяния. Вот этот полюс ультрафиолетовый сократится в переопределении констант связи. Ну, конечная часть. И это логарифт. Если так, то обычно мы не станем переменными. Цель – это некреконстант, но она схема зависима, поэтому разучение видео не важно. 600 тип пиклода плюс какие-то профессиональные группы. А второй ответ, который я хотел продемонстрировать, это ответ для первой амплитуды, когда все собираются одинаково. Мы их видим на предыдущем слайде, что надели толье трое 0, а вот в одной петле можно заметить следующее, что рассмотрев разрезы по четырех линиям или по трех линий, что ответ для нее может быть записан формально в следующем видео. Вот этот бокс D- D равно 8,2, это действительно интеграл типа бокс такой размерности, в которой есть просто хитрый способ записать комбинацию обычных боксов треугольников 4,2, если же эту комбинацию посчитать, мы выясним, что ответы нет свои ощущения. И действительно, если я вычислял бы эту амплитуду чисто Vd равно 4, то никогда про это бы не узнал, что это чисто рациональная функция. А вот в 4 минус 2x я могу все поймать. Последние два слайда хотим бы посвятить к да, она конечна. Расходились в порядке во второй петле. Да это и он прятыл со всеми плюсами. Как бы все сдвинулось на один шаг назад. Одна петля стала деревом, в одной петле стали как бы одной. Причем любопытно заметить еще и... Это как группа динамиков, да? Как степень такого инициатива здесь только здесь спирали. Ну наверное похоже и в действительный момент в том смысле, что на деле в КЭДе рассеянный фатум все отсутствует, это, соответственно, диаграмма. А в одной петле я не помню, наверное, как сконечен, поскольку ландарфы все они тоже согласны. Дальше все все согласны. Вот любопытное наблюдение связано с этой амплитудой, что в теориции просиметрии вот этот равенствий нулим, оно и дальше продается и в петле. Так что в КЭДе это можно рассматривать и аномалии. интересные вопросы на амплитуде чего, но пока все не очень понятно, но так в Санкт-Петербурге забавная игра. А последние два слайда в своем докладе я хотел бы объяснить обсуждению обсуждению аном 4 максимально постиметричной теории аномалии. Во-первых, вы видели, что она проявляет себя как некий вклад в обычную амплитуду и пусть эта теория интересна по себе. Здесь я вспомнил фразу, которую приписывает неудача Макдауш, что метод зачастую намного ценнее практического результата, потому что он может привести к новым практическим результатам в большем числе. Так мы как раз и являемся лабораторией для тестирования новых методов. Потому что все о чем я сказал методом 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 соотношения наиболее просто естественно и возникнет в большом счете изучение этой теории обогатило нас необычными неожиданными вещами но наоборот свойствами теории в четверых мере. Я про них скажу не только на последнем слайде, а здесь продемонстрирую один из результатов, который должен являться один самый красивый. Я не знаю, как говорится, хочет ли аудитория читать этот текст или нет, попробуем как-то быстро прокомментировать. Под НРАНО-4 можно понимать теорию с возможными перенормированными взаимодействиями калибровочного СВН электронного поля и четырех марианских фермионов, которые, по-прежнему, стали. Но в 80-х годах, на ранних этапах изучения НРАНО-4 было выяснено, что эта теория точно не равна бета-функции или нет никаких садимств в правильной калибровке. Так что это в случае стихоанформной теории кванта именно в классическом уровне, хотя, понятные, безмассовые. В дальнейшем, в 2000-х годах изучения этой теории было выяснено, что она обладает новыми и неожиданными симметриями, которые, как они являются, лагранжиами, а во-вторых, они очень понятны, связаны они с НРАНО-4 суперсимметрией или нет, почему они так вообще ничего не связаны. И ожидается, что эти симметрии полностью зафиксируют осматриваться теорией. Но при этом, в смысле, что это будет первый предпровочек теория, в которой аппаритуды мы будем взять точно во всех порядках теории измущения. И на следующем исследовании я хотел продемонстрировать две аппаритуды, на которых мы таки точно знаем ответ на всех порядках теории измущения. Значит, давайте рассмотрим отношение аппаритуды в этой древеской аппаритудах. Тогда ожидается, что ответ... В начале мы выяснены некой диапазон, которая проявлялась теория измущения. Потом было проведено дополнительное исследование, которое в конечном случае подтвердило, что ответ на эти теории правильный. Для этих аппаритудов. Ну и в начале диапазон выглядело так, что отношение аппаритудов к древеской имеет экспонент в степени адаптивного результата, помноженное на некоторую подножечную функцию, которую на самом деле надо дать точность. Ну, если так сложиться здесь по иксине, по иксинным образом, то вот это вот выражение для отношения всех пятей к древеской училии, это экспонент в степени инфракрасной распространимости, как я уже говорил, ультрафиолетовых тут нету. То, что инфракрасной распространимости собрать в экспонент, это, если на самом деле нет ничего удивительного, что инфракрасных форуфакторов без массовой частиц. А на том, что конечная часть аппаритуды поднялась в экспонент, и полностью определяется для, но только для четырех и пяти частиц, а на четырех результатах для четырех частиц. Чисто на тематическую зависимость, если это просто на далифмом в квадрате ст, это тут что? Если нет ничего больше. И некоторые функции от констанции связи, которые мы только стволовали размерности, и для которой известно разложение при малой констант связи при большой, а в принципе у нас существует категория уравнений, которые так точно решить мы, судя по всему, не можем, мы задавали их больше, как петербург из мужчин. И его решение воспроизводит результат диаграммного счета. Таким образом, для четырех пятенок вот эту сумму он играет просто точно на ответ на всех порядках. Твоё размещение для аппаритуды. Как бы, если такая же ситуация в этом мире, то есть это означает, что в таком неправильном распространении взаимодействия попадает? Клюшно. Если бы он был с каким-то правильным взаимодействием. И это, так, эмпулация, оно при этом для России. Взаимодействие есть, в том-то и дело. Вообще, можно сказать, вот в этой равной четыре, в этой функции равной или в этой сеть, взаимодействия нет. Для этого, когда-то, мы должны посчитать коррекционную функцию. Так вот, вы вычисляете и видите, что там есть нормальная размерность, и это – это полноценная взаимодействующая теория. Скорее, как аналогия лизинга, значит. Да, 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 да. Вообще, как бы аналогия с аналогией лизинга, и вообще двумерной, комфортной теорией поля, которая, в принципе, много взаимодействующая, в частности, совершенно не обязательно, что мы должны быть свободными базами, она, как бы, здесь очень… Работа, не совсем напрямую, но аналогичная, в случае, очень близка, что в замерах на форме, как в теориях поля, у вас коррекционная функция фиксируется бесконечной мерной симметрией как аналогия на рассмотре, что здесь, судя по всему, есть некая бесконечная не одна аналогия, а не диагноз, что она, судя по всему, если правильно понять, как она строится, то, что вот то, что на этих оккультуд известный точный ответ, на самом деле, на этих оккультуде, можно пока верить в соответствии, вот это дифференциальное уравнение, как бы, все это является следствием тому, что в теории присутствует бесконечная мерная симметрия. Ну вот, как бы, показав этот результат, я еще хотел продемонстрировать, во-первых, те виды интегралов, которые были посчитаны для его проверки в 1,2-3 петрах. А, собственно, это большое впечатление, производим это впечатление на этот диаграмм. Второму опофиту с помощью представлений мельного пальца и, как бы, в свое время как бы вот это большое достижение. А здесь представлены некоторые типы пистолетов-интегралов, которые были определены на этом элементарно, здесь как раз нарисованы все виды разрезов, которые зафиксировали эти интегралы, еще некоторые. Они все не были вычтены, до конца но из них были выделены, тем не менее, сингулярные части, которые, как ожидалось, собрались в экспонент, ну, в ее ирлечебное изложение, что является хорошим подтверждением того, что здесь построен правильный ответ. Ну и на последнем слайде, вместо заключения, хотел бы сказать про отчасти вот эти вот новые необычные свойства нормы-4, которые мы тут недавно узнали, про те же результаты в 2005 году, и про некоторые направления деятельности, которые, в которых, может быть, применена вот эта вот так условно назовем техника монетарно с ним. Во-первых, открытого НАУ-4 очень межитые соотношения между накрызывательным лаками на гектаре и ампретудой, но то, что на ампретуде и ампретуде и ампретуде, вообще-то все одно и то же, но странно это не звучало. Дальше вот те самые моментные спиннеры, ой, прошу прощения, спиннеры, про которые я говорил, это как бы является 701-ым шаром к нему правильным переменам. Правильным переменами является так называемый моментный твистер, но, на самом деле, правильный перевод это слово, конечно, не пусть, не твистер, но на жаргоне такая не остается момента. Но в смысле, что атрианта... Это представление двух твистеров. Да, но вот не тех, которые были оригинальными работами педронов, которые жили в координатном пространстве, а вы переходите в импульсное пространство и вот поймут и разбиваете на ту самую твистерную парку, это те твистеры, которые в импульсном пространстве. Почему они там пьются? Вообще, я бы сказал, что импульсы действительные. То есть, в конечном счете, эти моменты твистера применяются к обычным нормальным действительным импульсам, от которых зависит опыта рассея. Ну, а за эти жареные вещества? Ну, вот церквиты это были полюса этих... богатых. Вообще, они были вещественные тогда. Скажу на свитке, я не вижу причины быть комплексными. По-моему, вещества тут никогда не было, вычислений, потому что, по-моему, они вещественные. Ну и вот эти вот... И опять же, вещественные обычные импульсы развиваются вот эти вот моментные твистеры. Для инклитуд получается еще более компактное представление, а с другой стороны, все, что можно у вас знать про это произведение твистеров, что они на комплекте сопряженные, по типу скобочек, превращаются в сумму по арт-финкексу. По типу скоба арт-финкексу, по типу арт-финкексу, по типу арт-финкексу, в статье арт-финкексу, про которую я уже говорил, то можно написать регулярное соотношение, которое написано только для арт-финкексу, но в принципе даже на модте для теории весов, посиметрии, которые позволяют бы выписывать то, что называется интеграммы, по интеграмме выражения для стремлевых интеграмм. Дальше еще одним интересным сюжетом связанным с арт-финкексу, является то, что на амплитуде в этой теории может быть сформулировано некоторое дифференциальное равнение, которое, в принципе, можно решать. Первая попытка его обсуждения будет к теорию измущения, но там теорию измущения, оно воспроизводит правильно. И, в принципе, если вы правильно поймете, казалось бы, это просто закрыло вопрос про то, как выглядит осмарно смотря на человечество, что, по крайней мере, вы знаете, каким уравнением надо говорить, обслуживать это уравнение с не в тот момент, потому что этот сюжет такой не до конца понятный, но, представляется, тем не менее, очень интересный. Другой сюжет, в котором используют метки элементарности, суждение вопроса о том, конечно ли это относится к реабилитации или нет. Но вот последнее вычисление как-то произойдет с помощью вот такого нормализма, это заставляет людей думать, что может все-таки конечное, несмотря на то, что говорилось раньше. Насколько это интересная задача в практической цели теории. Хочется уже так, где очень интересно, но как некая такая теоретическая игрушка, это очень забавно. Дальше 510 методов, как я уже говорил, будут применены к массивным частицам и даже к объектам, которые связывают один ушейный импульс с ушейными частицами, ну вот что-то, вроде у вас есть какой-то классический токун взаимодействий с каким-то приобретающим вариантом оператора, но дальше этот оператор рождает какие-то частицы. И вот такого сорта процесса возникает, когда рассматривать эту усилие нецентрироваться. В том смысле, что у вас есть, давайте рассмотрим вот эту часть диаграммы, у вас есть какой-то классический термогенный ток, который взаимодействует с приборочным вариантом оператора, который имеет две куку с чертой, и дальше этот оператор рождает какие-то вторичные частицы. Вот такие объекты, эти полфантеры, и методом метана, в принципе, может быть применены к ним. Ну и, если уж это я бы не говорил, то были соответствующие надписи на слайдах, что вся эта техника может быть применена к методам нечисленным к ХД. То есть все то, что я рассказывал, было посвящено деревьям Ана Петвена, и, в принципе, это может быть применено к старшим петлях в ХД. Например, вот посчитано, в 6-м и 5-м году была серия работ все амплитуды с совсем спиральной конфигурацией двух петлях, после этого ХД. — Можно вопрос? — Давайте. — Вот, как бы, какой здесь смысл? То есть, казалось бы, если у вас есть там какой-то ответ, допустим, древесный плюс одна петля плюс две, ну, и все играет, тогда надо, соответственно, вообще все очень. Ресуммируем там, то есть какой-то класс бесконечный, да? То есть, какой смысл, если вы там, допустим, до 10-ти петля, все больше, так сказать, что волка, и так далее. — Ну, во-первых, все, что здесь обсуждалось, не посвящено теории размещения, когда мы предполагаем, что есть деревья, в планах есть поправки. Вообще, на петлю поправки... — А, то есть, это упередет предсезионный ровный с помощью? — Да. Ну, во-первых, все петли, которые ушли, что говорится, мы сглаживаем дерево, у вклада некого. Во-вторых, дерево, может быть, травой нулю, тогда она исследует главу вклада. И, как бы, это не есть, так сказать, претензионный расчет, это просто винирующая поправка. А вы члены следующей заинирующей поправкой, а вы, ну, неплохо, значит, все-таки, что это поправка, а не нужно учитывать, чем все дальше. — То есть, вся номер топ-1, это она рвется под подкладчиком? — Ну, вообще говоря, стандарт модели да. То есть здесь мы, как бы, не претендуем не претургативные вычисления и занимаемся изучением нескольких порядков теории звучания. Но то, что нужно идти, например, даже за одну петлю, можно аргументировать тем, что хотели найти новый физик, но пока стоит с период от точки, с которой она слезет, но это хорошо, правда. в то же время вопрос облопает, пока не было сказано, чего-то явно не хватает, но у них так, как она сдавает, побольше отточиться, для того, чтобы с помощью точно сравнивать экспериментальные, да, теоретические предсказания, будут ли только теоретические предсказания сделаться. Поэтому не две метли, а сейчас будет вполне квест. Это совершенно не означает, что можно там все умереть. В КХТ зачастую нужно адаптивный результат, чтобы проверить, является ли поправка или нет, зачастую достаточно дерево, но надо точность такая, чтобы было неплохо сдать две петли. Это вот как раз и процесс существования объемов. у них была цена вычисления их на другое течение рассеяния, все, собственно, поэтому за них взялись экспериментальной точности доросло до того, что это не сможет считать. Ну и, наверное, на этом моменте я бы закончил это выступление. Спасибо. Есть удовольствие? Очень интересно. Я, как вы, наверное, заметили, уходил, приходил, поэтому я пропустил это. А вот из той техники, о которой вы рассказывали, сейчас какой выход на, грубо говоря, что и можно рассчитывать из того, что либо измеряется, либо можно ожидать измерения процесса? Ну, самый такой на вскоре, наивный, это сечение радиохистического азота. То, собственно, еще не было рассчитано. На самом деле. Ну, в принципе, может рассмотреть более экзотический канал, с большей частиц. При увеличении или четырьмя частиц в процессе с большей частицами и с другой стороны повышается порядок теории сгущения. Более малый эффект, более сложно считать. Поэтому обычно ограничивается тремя-четырьмя конечных частей экспорталенции, можно смотреть и больше, если за чем понадобится от контактовских. Вообще это использование центральной точкой приложения техники это процессы рассеяния адронных пертурбативных КХД, те люди, которые очень много главным развития этой техники в половинстве действий посвятили этим расчетам. Ну и в принципе это процессы в электрославии. Все эти стандарты модели рассеяния дублевые изобразования. Для них данная техника пока не применялась столь широко. Это связано с тем, что хорошо понятно все равно что это безмассовое, но что-то масса тоже возможна, но является техническим тестом более сложным. А если ободробно говорить, то для этого нужны большие нервы, правильно? чтобы попасть в область? Ну, да. То есть предполагаю, что нервы достаточно большие, чтобы теория мужчин как-то работала. Я уже не знаю, видели ли вы это с вами телевидение, дайте еще раз попробую. Давай идти. Вот эта картинка. Да, 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 я как раз это не уверен, что это к жесткой части относится, правильно? Да. Только жесткую часть мы вычисляем, мягкую часть, мы уберем. Эксперимент, вообще само разделение на жесткую и мягкую, оно справедливует только при достаточно больших нервах. А это какие нервы на самом деле? так я бы сказал, что заведомо это работает, когда энергия порядка массы дубля, массы дубля, массы дубля, масштабы. ну то есть, на уровне 10 десяток энергии. Ну, энергии, на самом деле, по усилению с высокой как бы запасов, заведом запасов, но по порядку не бог есть никакие большие. Ну, это все достижимо ускорить, так скажем. То есть, как бы, на каком-то аппарате стоящем, который работает в дубле, может быть, это, как бы, не так актуально? Ну, старый, добрый, сиркутатской ускоритель, 76 лет, ну, он сейчас не работает, наверное? Ну, наверное, вот он, 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 наверное, не мог бы целеть. Продвинский. Сиркутатской, может, наверное. Кристиан Дмитриевич, у вас нет вопросов? Комментарии? Я все про это рассказывал, когда это ребят, пытался объяснить, что физика стала странной. Ну, вот, они занимаются странными филями. Я думаю, что это очень сложно, сложно, конечно. Ну, вообще мне казалось, что, как бы, некое может, короче, все сложно. Нет, понятно. Видео, это пояснил результат. Я, все много лет этим позанимаюсь, уже, вот, нет. Ну, вообще-то, все, все, все. Ну, хорошо, тогда, если все, то все, да? Ну, хорошо, тогда, если все, то все, да? на поле, ты не знаешь, что... я,